Здравствуйте! В эфире ЛРТ специальный выпуск новостей. Сегодня вся Россия отмечает 1 мая. Праздник весны и труда охватил и весь городской округ Люберцы. Я и мои коллеги расскажут, как это было. Одними из первых праздновать начинают самые быстрые, ловкие и выносливые. Задача у нас сегодня непростая – дистанция 5 километров. Первомайский забег на Наташинских прудах начали самые маленькие люберчане. После стартовали и взрослые. Пятикилометровый маршрут прошел вокруг всей территории парка. В марафоне поучаствовали заядлые спортсмены и те, кто всегда живут под руку со спортом. Обычно я бегаю один, а сегодня просто решил с ребятами познакомиться вообще, потому что уже не первый год бегаю в Люберце. Вот, в принципе, вот задача была такая на сегодня. Праздничный забег – это не просто марафон. Это так называемая проба пера международного движения «Парк Кран». Его придумали англичане с целью поддержания интереса к здоровому образу жизни. 26 мая к проекту присоединятся и люберцы. Парк Кран Наташинский приглашает всех на командные бесплатные марафоны. Несколько сотен парков по всему миру бегут каждую субботу в 9,5 километров. Это абсолютно бесплатно. Каждому может присоединиться. То есть темп не важен. Главное – пробегите, как сможете, пройдите. Главное – свое удовольствие вместе со всеми. Занятие спортом – это поддержание, в первую очередь, физической активности, физической составляющей. Ну, во-вторых, это и психологическая составляющая также важна. Особенно после работы очень трудно переключиться. И бег, и любой спорт, я думаю, этому очень способствует. Естественно, это атмосфера, это дружеская такая беговая семья. Вот, это позитив. Ну и мы уже вместе встречаемся, бежим. И у нас общие беговые планы, общие соревнования. Удивительно, эти птицы-голуби издревняне ассоциировались с гармонией и умиротворением. И считаются символом первого мая. В этот праздник их принято выпускать в знак мирных намерений. В знак солидарности всех трудящихся выпустить на волю белых птиц мира вышел глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Раз, два, три! Летите, голуби, летите! А 1 мая в Люберцах отмечают с размахом. В Центральном парке собрались жители со всего округа. Глава округа выразил слова благодарности всем пришедшим и поздравил с праздником. Все здесь есть для того, чтобы мы могли отдохнуть, набраться сил, повстречаться с друзьями. Я всем желаю хорошего настроения, хорошего сегодня отдыха и слава Люберцам! Гости праздника разных возрастов и национальностей дружно танцевали под песней народных коллективов. Молодежный парламент городского округа Люберцы также порадовал собравшихся танцевальным флешмобом. А для самых маленьких устроили кукольное представление. Ну как думаешь, Миша, мы хорошие друзья? Я уже решил! Я не хочу иметь дело ни с вами, ни с вашими сигаретными друзьями! Май – это время природы, свежего воздуха и буйства цвета. И пока еще живые цветы не успели распуститься, на Ташинском парке делают бумажные и сладкие. Творческие мастер-классы в этот день стали центром притяжения для малышей и их родителей. На одной из площадок рукодельники мастерили оригинальные поделки – цветы со сладким сюрпризом внутри. Детки хотят сделать вкусные, прекрасные подарочки себе и порадоваться в эту теплую погоду. Погода нас радует, дождик прошел и освежил все. День чудесный! Другую площадку организовали талантливые представители сообщества «Мамы офлайн». Участникам они помогали собственными руками сделать весенние открытки. Создаем с детками и взрослыми цветочные открытки из бумаги, причем 3D-открытки, мастерим, учимся складывать листочки, мелкая моторика у деток развивается, настроение прекрасное. Плюс ко всему открыточки забирают с собой, мы их подписываем, и их можно подарить родным и близким. Мастер-классы всегда востребованы, это способ общения, способ отлично провести время, а в нашем парке еще и на свежем воздухе. Какое первое мае и без шашлыка, ловки повара представили широкий ассортимент блюд на мангале. Это и шашлык из свинины, из птицы, из рыбы, и, конечно же, запеченные овощи и картофель. Сладкая вата, соленый попкорн, карамелизированные яблоки, всевозможная выпечка. Обилие блюд на любой вкус. Но настоящим гвоздем праздника стал огромный русский самовар, специально привезенный для люберчан из Тулы. Самовар предназначен для праздников, для больших. В нем 300 литров. Это чемпион мира прошлого года в номинации «Самый высокий самовар». После сытного застолья пора и подвигаться. Для детей на территории Центрального парка установили всевозможные аттракционы. Каждый ребенок смог выбрать развлечение по душе. Покататься на каруселях, пострелять в тире, попрыгать на батуте. Первомай объединил жителей и гостей Люберец. Что для вас 1 мая? Мир, труд, мяу. Детство советское. Демонстрации и вообще праздник. Семейный праздник больше всего. То, что мы вместе собираемся. Это для нас 1 мая. Мир, дружба. Самое главное, что есть у нас, должно быть в жизни нашей. День весны, день труда. Ну и просто отдых. Для многих 1 мая – самый любимый праздник. Ведь он считается символом начала тепла и солнечного света. А для россиян это еще и начало майских каникул. Поэтому те люберчане, которые не уехали на природу, гуляли в парках на полную катушку. Конечно, невозможно не любить весну. Прекрасная погода, зеленеющие деревья, хорошее, отличное настроение, детская радость. Очень рады открытию паркового сезона. Наконец-таки потеплело. Очень рады открылись все аттракционы, кафешки. Всегда приходим всей семьей. Очень рады гуляем, вкусно покушать, интересно провести время. Много мастер-классов, много концертов. И очень рады. Я очень рад, что в настоящее время открылись все парки. Такая чудесная летняя погода. Поздравляю всех люберчан с праздником. Аттракционы, сладости, вкусности, веселые ростовые куклы, анимационные программы. Первомай в Люберцах обеспечил всем и каждому хорошее настроение. А в центре города люберчан и гостей округа ждала еще и концертная программа. Не только в парках отмечают жители Люберец 1 мая. Сегодня, можно сказать, гудит весь город. Так перед Дворцом культуры проходит веселый праздничный концерт. Дарили хорошее настроение жителям десятки ребят, исполнившие свои зажигательные номера. Для маленьких зрителей сотрудники Дворца культуры устроили танцевальные мастер-классы. В общем, праздник удался. А что может быть лучше, чем улыбки людей, проживающих в мире согласия и единстве? Мария Кузьмичева, Анна Троян, Сергей Гвоздев, Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. На этом все. Таким этот праздник увидела я и мои коллеги. С первым маем вас и всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин